Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, все те, кто пришли на наше собрание с Библией, с Евангелием, откроем Евангелие от Матфея, 13 главу, 44 стих. Скажу только вкратце, друзья, что вся 13 глава Евангелия от Матфея – это чудесное повествование о Царстве Божьем, учение о Царстве Божьем, которое выражено в семи притчах. И вот я бы хотел обратить наше внимание в размышления, направить на истолкование одной из притч о Царстве Небесном, которое подобно скрытому сокровищу на поле. 44 стих, 13 глава Евангелия от Матфея. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое наше человек утаил, и от радости о нем идет, и продает все, что имеет, и покупает поле то». Братья и сестры, напряженность вот в этом стихе состоит в том, как бы, некоторая напряженность или кажущаяся, ну, как бы, противоречие, что, с одной стороны, мы приобретаем благодать по благодати Господа, мы приобретаем даром, не одел, чтобы никто не хвалился. Тут написано о том, чтобы приобрести это сокровище, то надо платить, и надо платить дорого, надо платить все, что есть. И вот как понять, мы знаем, что в Библии противоречий нет, они есть только в нашем скудоумии, когда мы своим скудным умом, не понимая бездны и богатства, премудрости и ведения Божия, начинаем так вот на поверхности считать, что вот что-то вроде как бы в Писании противоречит. Давайте, друзья, немножко углубимся в эту драгоценную истину и поймем, что означает Царство Небесное, которое обретается путем не только благодати и не только радости, но и великой ценой продает все, что имеет, и покупает поле то. Что является этим сокровищем? Апостол Петр в первом послании Петра во второй главе говорит о нам об этом сокровище. Первое послание Петра, вторая глава, четвертого стиха выборочно будет читать. «Приступая к нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовным. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, все они камень драгоценный, избранный, драгоценный, краеугольный избранный и драгоценный, и верующий в него не постыдится, ибо он для вас, верующих, драгоценность. А для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна». Итак, братья и сестры, для нас с вами самой великой драгоценностью является сам Господь Иисус Христос. Если бы мы пришли в Царство Небесное, и там бы не было Христа, то оно нам не нужно, это Царство Небесное. Оно не нужно. Царство Небесное самым великой драгоценностью является сам Господь Иисус Христос. Это самое великое сокровище. Он для вас, верующих, драгоценность. И написано, когда мы явимся пред Ним, то узрим Его, как Он есть. Первое, друзья, на что мы обратим внимание, когда придем к Господу, это обратим внимание на самого Господа, пронзенного за наши грехи, который нас приобрел себе драгоценной кровью, сделал нас собственностью Своей, и узрим Его, как Он есть. Наши взоры будут к Нему направлены. Венцы старцы будут полагать к Его ногам. Ради Него, друзья, ради того, чтобы приобрести Его, надо платить цену. Чтобы приобрести эту драгоценность, да, Господь обретается верою, да, Господь обретается по благодати, но не только. Надо быть согласным кое-что и весьма большую цену платить. А теперь об этой цене. Откроем послание апостола Павла к филиппийцам, 3 глава. Побудем читать выборочно некоторые стихи, вот с седьмого стиха начиная. Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою, да и все почитаю тщитою ради превосходства, познания Христа и Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Друзья, ключевое слово в этом отрывке, чтобы приобрести Христа. А чтобы приобрести Христа, что нужно было для этого? Я все почитаю тщитою ради превосходства, познания. Я от всего отказался, чтобы приобрести Христа. Друзья, от чего он отказался? Он отказался от преимуществ, какие у него были. Евреи от евреев, по учению фарисеев, с колена Вениаминова, братья и сестры, он отказался от всего. Он все почел засор ради этого сокровища, ради этой драгоценности, чтобы обрести Христа. Друзья, в свое время ученики Господа Иисуса Христа, когда увидели и познали, что «Выйди от меня, Господи, ибо я человек нечистый», а потом Господь призвал их на служение и сказал «Оставьте сети и следуйте за мной». И написано «Тот час, оставивши сети, последовали за Ним». Братья и сестры, оставить сети – это ремесло, это стабильный доход, это то, что содержало семью, кормило их семьи. Разве это греховное что-то? Нет, здесь идет речь не о греховном, здесь идет речь о преимуществах. Братья и сестры, есть два, как бы, две степени посвящения себя Богу. Первая степень посвящения себя Богу, или как бы на первом этапе, когда человек призывается по благодати Божьей, он должен оставить греховное. Первый этап посвящения себя Богом – это оставление всего греховного. И об этом тоже написано в послании к Титу, вторая глава, с одиннадцатого стиха. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Значит, друзья, на первом этапе, чтобы приобрести Христа, необходимо оставить все, что имеет отношение к мирским похотям и нецеломудрию. Кому-то надо оставить косметику, кому-то надо оставить спорт, кому-то надо расписаться с той женщиной, в котором ты живешь, называя это гражданским браком, это грех, это узаконенный блуд сегодня. Надо оставить все нецеломудрие, все, кому-то надо оставить, может, работу, которая оскверняет твою совесть, которая, если ты там будешь работать, может быть, Господь никогда не будет обитать в твоем сердце. То есть, все, что относится к мирским похотям и нецеломудрию, этому учит нас благодать Божья оставить. И что интересно, друзья, этому учит не церковный устав и не устав совета церквей, этому учит благодать научающая. Иногда люди так, знаете, присматриваются к церкви и говорят, а какие у вас там правила действуют? А какие у вас там порядки в церкви? Братья и сестры, есть один наставник, который будет действовать и в Африке, и в Эфиопии, и в Москве, и в Токии, и в Нью-Йорке. Он один голос, голос Духа Святого. Есть благодать спасательная, спасительная, а есть благодать научающая. Как только человек встает на колени, эта благодать научающая учит, теперь, что ты должен сделать ради меня, чтобы меня обрести, оставь мирские похоти и все нецеломудрие. А потом, чтобы надо два оставить, чтобы три приобрести. Значит, мирские похоти отвергнувшие, нечестие, а потом три надо приобрести, целомудрие, праведность и благочесть. Значит, два оставить, три приобрести. Друзья, и этому учит благодать. Благодать. Когда мы стоим еще на коленях, со слезами покаяния и каемся, а Дух Святой нам уже эти уроки преподает. И это надо оставить, и это оставить, и это, чтобы обрести Христа. Кому-то астрологию надо оставить, кому-то еще чего-то оставить. Много всяких мирских похоти, друзья. Я помню одного выдающегося, ну, как бы успешного юношу в области футбола. Он не мыслил своей жизни без футбола. А когда покаялся, некоторое время спустя мы с ним встретились, он говорит, если я раньше себе жизнь без футбола не представлял, а теперь я себе жизнь без Христа не представляю. Братья и сестры, каждому свое Господь скажет оставить, но это только первый этап посвящения себя Богу. Все, что относится к нечестью, к мирским Богом. Друзья, теперь мы освободились, очистились, потом дальше следующий этап посвящения себя Богу. А теперь от преимуществ я отказался. Теперь уже идет речь не о греховных вещах. Чтобы обрести Христа, необходимо идти на жертву преимуществами, которые мы имеем. Это вещи не греховные. Сети, которые оставили ученики, чтобы обрести Христа, это было не греховное. Есть много не греховных вещей, однако, которых Дух Святой призывает нас оставить. Оставь. У тебя не будет роста духовного. Господь не будет царствовать в твоей душе. Господь не будет управлять твоей жизнью. Ты не сможешь возрастать в познании Бога. Ты никогда не познаешь Его, и не будешь возрастать. Твой рост заканчивается. Духовным банкротом будешь всю жизнь. Будешь младенцем во Христе, если от этих преимуществ не откажешься. И это опять не по церковному уставу, не по инструкции от пресвитера, а благодать научающую. Господь этому учит каждого из нас. Одному юноше Господь сказал, пойди, продай, раздай, приходи и следуй за мной. Там ничего греховного не было. Там речь шла о некоторой привязанности к материальным благам. Так Господь сказал, это лично ему было послание адресовано. А другому Господь другое скажет. Друзья, каждому Господь скажет особо. Каждому Господь покажет то, чем он связан, и то, что мешает ему обретать Христа. И то, что Господь тебе скажет, вот это надо исполнять. Господь обретается. Тогда, когда ты готов за это сокровище платить. Друзья, Елисей оставил плуги, и жарил мясо волов, и последовал за Господом. Тоже речь шла не о греховных вещах, но это оставил он. Друзья, кто-то оставили, кто-то оставил молодежь, юность, и пошли в издательство работать, ради того, чтобы обрести Христа. Кто-то поехал, оставил большие церкви, где были оркестры, хоры молодежные, и поехали на край земли, потому что Господь их позвал. Они оставили церковь по месту, где было все устроено, где было многолюдно, и поехали туда, где никого нет, и они ради Христа оставили, и переселились. Друзья, не каждый может быть миссионером, может быть, не каждый из нас, может быть, Елисеем, и не каждый из нас апостол, и учитель, и благовестник, но у каждого из нас, друзья, если мы хотим возрастать во Христе, Господь обязательно подскажет, что тебе и мне лично нужно оставить из области преимуществ, чтобы возрастать в благодати и обретать Христа. Друзья, когда я бываю на днях рождениях, особенно у пожилых людей, которые всю жизнь были верующими, я часто задаю один и тот же вопрос. Сестра, брат, расскажи, что ты в жизни оставил ради Христа, чтобы обрести Христа? Что тебе пришлось оставить? У тебя был вот этот опыт оставления? Расскажи. Это же самая важная страница жизни. Это самое интересное в твоей биографии. Все остальное, это, ну, как бы, немножко, как бы, серые будни. А вот это самое главное. Как ты обрел Христа? Друзья, если мы ничего ради Христа не оставили, мы не состоялись, как ученики Иисуса Христа. А может быть, напрасно топчем двор Господен. А может быть, мы думаем о себе, что мы приносим свое тело на собрание три раза в неделю, и в нашей жизни все хорошо, а ты беден, жалок, нищий, слеп. Если ты не согласен идти этим путем ученичества, ты не состоялся, как ученик Иисуса Христа, Господь тебя ничему не может научить, пока вот эти степени посвящения себя Богу, они не произойдут в личной судьбе каждого из нас. Друзья, второе, на что я хотел обратить внимание, приобретение Христа или обретение Христа, значит, то, что касается оставления, греха, преимуществ, это одна сторона, но хотел бы обратить внимание на опыт наших мужей праведных, ветхозаветных, как они обрели Христа. Откроем Ветхий Завет, книгу Даниила, Третья глава, выборочно буду читать, шестнадцатого стиха, некоторые стихи. «И отвечал Сидрах, Месах и Авдинага, и сказали царю Новухдоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которого мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от твоей руки царь избавит. Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». И дальше с двадцать пятого стиха. С двадцать четвертого стиха. «На Новухдоносор царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим, не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Они в ответ сказали царю истинно так, царь. На это он сказал, вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен сыну Божьему». Друзья дорогие, вот эти три мужа веры, они обрели Христа в огненной стихии. Сам Господь к ним пришел. Они обрели Христа, но какой ценой? Они пошли в печь. Они, во-первых, заняли позицию правильную. И знаете, какую позицию? Знаете, друзья, я хочу сразу как бы немножко, ну как бы особо обратить внимание, что позиция духовная в духовной мере имеет даже большее значение, чем поступок. Вот позиция, которую мы занимаем, духовная позиция, вот это моя позиция, и я не подвинусь. Если даже Бог не спасет от печи, если даже чудо не произойдет, царь, не уступи им, не поклонимся, так Бог сказал. Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Царь, мы не гордые, мы не просто упрямые по характеру, мы люди Божьи, иначе поступать не можем. Не должно быть виляющей позиции, понимаете? У человека Божьего не должно быть такой дрейфующей позиции, непонятно. Он должен быть понятен и друзьям, и врагам. Он всем должен быть понятен в своих позициях духовных, которым мы занимаем в духовном мире. И вот эти люди заняли четкую духовную позицию на основании священного писания. Они сказали, Богу поклонимся, а истукану не поклонимся. Не важно, что с нами будет. Потеряем карьерный рост, положение, сгорим ли в печи, или Бог избавит, но вот такая наша позиция. Иначе поступать не можем. Друзья, и дальше они сказали, и они пошли на то, что сказали, то, что уста произнесли. Ну, можно заявить, друзья, какую-то духовную позицию, а надо еще иметь силы выполнить ее. И когда они были брошены в огненную стихию, и печь была раскалена в семь раз сильнее, Бог сделал их там в печи огненной несгораемыми, они в этой огненной печи обрели Христа, обрели Сына Божьего. К ним Господь пришел, и царь уземляется, не троих ли мы бросили, там четверо ходят. Друзья, значит, смотрите, обретается Христос правильными позициями духовными, которые мы занимаем, и готовностью платить цену за эти позиции. Чего бы это мне не стоило? Одиноким останусь, умру. Жена не понимает. Ты, как одна из безумных, говоришь, похули Богу и умри. Понимаете, он согласен идти до конца, чего бы это ему не стоило. Согласен быть одиноким праведником. Друзья, и Богу эти люди нравятся. И эти люди обретают Бога. И Бог в их душе. Эти люди знают Бога. Они познали Бога. Но это не теоретически, это не в семинариях богословских. Это не просто в области гомилетики, догматики, герминевтики, эсхатологии и всего прочего нагромождения всевозможных духовных наук, в которых голова пухнет, а опыта духовного нет. О некоторых людях говорят, его голова слишком большая, чтобы поместиться в церковной двери. Знаете, надувается человек знанием, а опыта познания Бога-то нет. Нет опыта познания. Не от этого происходит Бога познания. Бога познания, обретается Господь. Друзья, в данном случае мы видим, что правильными духовными позициями и способностью платить цену за эти позиции. У нас есть один из благословенных братьев, служителей Совета Церкви. В годы гонений спецслужбы его много раз вербовали, что сделать из него, как из служителя своего послушного сатрапа, сотрудника. И он сказал так работнику КГБ, на моей скрипке вы играть никогда не будете, но тогда суши себе сухари, сухари готовы. Хорошо, через день его арестовали и 8 лет заключения. 5 лет лагерей, 3 года ссылки. Отбыл 8 лет лагерей, вернулся, побыл короткое время дома, еще 4 года. Не понял урок? Следующий урок преподадим тебе. Еще 4 года отбыл в вузах, но позиции не уступил. На моей скрипке играть никогда не будете. Друзья, духовными правильными позициями. В юности у Иосифа была правильная позиция. Вот написано Иосифе, что Бог был с ним. А как он его Бога обрел? Одежду свою оставил, но непорочности не оставил. Одежду оставил, а непорочность сохранил. Цена оставления, цена обретения Христа. Все ли у нас юноши имеют такие здравые позиции в области целомудрия? Почему часто у нас молодежи много или братьев много, а рукополагать не из кого, потому что в юности целомудрие потеряли, утратили эти духовные позиции? Братьев много, а людей, сохранивших себя от юности, почти нет. Часто так бывает. С духовными позициями бывают дрейфующие такие, знаете, размытые взгляды на вопросы, в которых надо написано честь, не написано, а есть такая хорошая поговорка, что честь храни с молоду. Братья и сестры, еще хотелось бы привести один пример из жизни судьи народа израильского книга судей, 16 глава, 19 стих. «И усыпила его Долида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь всем коз головы его, и начала он ослабевать, и отступила от него силы его, и она сказала, «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал, «Пойду, как прежде, и освобожусь», а не знал, что Господь отступил от него». Знаете, самый сильный человек планеты, и его сила ему не помогла, он умер в 40 лет, в рассвете сил, ему бы жить и жить. Последние слова, которые вышли из его уст, «Умри, душа моя, с филистимлянами». Вообще, это очень трагичная ситуация, потому что честь умереть среди своего народа, умереть с филистимлянами, это как бы не честь для избранного, это не есть хорошо. Почему Бог, летая его жизни, сократил? Почему он умер в рассвете? Почему он потерял Бога? Где он потерял Христа? Почему? В его душе, чем он изгнал Бога из своей души? Бог был изгнан из его духовной жизни, друзья. Во-первых, прикоснулся к нечистому, на заре Божий никогда не должен был к мертвечении прикасаться, он прикоснулся к льву, мертвому, и поел мед, это первое отступление. Второе, сблизился в брачной жизни с иными народами, увидел женщину из филистимлянок, сердце закипело, ноги побежали, родители, возьмите мне ее. Это не есть хорошо для человека Божьего. И третье, разболтал тайны назарейства. Разболтался. Понимаете, тайну надо уметь хранить. Тайну церкви, тайну назарейства. Написано, человек верный таит дело. Надо уметь тайны хранить, не разболтывать своим языком. Вот то, что должно быть в тайне, это очень великая истина. Вот разболтал все, и Господь, знаете, и не заметил, как утерял Христа. Это сокровище, эту великую драгоценность. Потерял, пойду как прежде, опыт есть, сила есть, а не знал, что Господь отступил от него. А Господь отступил не потому, что косы ему остригли, а потому, что он нарушил эти принципы в духовном мире. И Господь был изгнан из его сердца. Друзья, мы должны более всего в своей жизни дорожить, дорожить присутствием Христа в нашей жизни, нашими неправильными позициями, нашим сближением с этим миром, заигрыванием с грехом. Когда мы разбалтываем стайну какую-то духовную, которую не должно знать необрезанным, когда мы сближаемся в личной жизни с этими филистимлянами, да, в духовном плане. Друзья, мы теряем Бога. Религиозность есть, молитвы с детства знаешь, как произносить, репертуар, весь песенник, мы знаем, как петь, а Бога не стало. Все, выхолощен, дом сей пуст. Дом сей остается пуст. Нет Бога, храм есть, литургия есть, священники, левиты, все есть, Бога нет. По традиции еще совершается служение, друзья, самая великая трагедия потерять Бога присутствие в сердце нашем. Друзья, без этого не мыслили свои жизни мужи Божьи. И вот Моисей, когда однажды народ развратился израильский, уже вышли из Египта, он был 40 дней в общении с Богом, народ сделал себе тельца, стал есть, пить, плясать перед этим золотым тельцом. Знаете, как Бог отреагировал на это? Книга Исход, 33 глава. Бог сказал такие слова Моисею. И сказал Господь Моисею, пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской в землю, которой я клялся Аврааму, Исааку и Якову. Ибо сам Я не пойду среди вас, чтобы не погубить Мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный, народ, услышав грозное слово си, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. И дальше с 15 стиха Моисей сказал ему, если ты не пойдешь сам с нами, то не выводи нас отсюда, ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволений в очах твоих, не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле. И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю. Друзья, это интересно, Бог говорит, я пошлю ангела, я сам не пойду среди вас, я ангела пошлю. А Моисей плачет, казалось бы, друзья, если бы нам Господь сказал, я пошлю ангелов с тобой, мы бы радовались, слава Богу, ангелам своим повелевает она сохранять нас на всех путях наших, и мы бы радовались с вами. А Моисей плачет и говорит, Господь, не посылай ангела, только ты. Если ты не пойдешь с нами, не выводи нас отсюда. Земля обетованная без тебя, это не земля обетованная, и мед горький, и молоко нам не надо. Если ты не пойдешь с нами, своими грехами народ изгнал Бога из своей среды, и Бог сам ушел. Бог ушел. Говорит, я не пойду среди вас. И вот как он обретал вот это Богоприсутствие, он поставил палатку вне стана, он призвал народ Божий к очищению, он сильно смирялся, каялся, за грехи народа просил прощения, и Господь говорит, и то, что ты просил мне, я сделаю. Братья и сестры, чтобы это сокровище приобрести, и чтобы его сохранить, необходимо отделение, оставление, правильные духовные позиции, платить цену за эти духовные позиции, хранить тайну назарейства, неприкосновенность к нечистому, и нужно очищение и освящение, если наша жизнь, она пошла недолжным путем, если нас увлек садом, что-то гоморское. Знаете, так увлекло это жену Лотова, что она осталась без Христа. Казалось бы, уже была спасена, ее вывел ангел из среды истребления, и Господь говорит, вспоминайте жену Лотова, а почему? Ну так эти салоны красоты ей понравились, вот эти сериалы, садомские, гоморские, настолько они вожделенные, так хочется, еще бы один раз посмотреть, вы понимаете, еще одну серию не успел досмотреть, вот так влечет этот садом, и эта гомора, и написано, вспоминайте жену Лотова, уже будучи спасенными, вы можете потерять спасение, уже будучи выведенной из среды истребления, есть шанс утратить Бога в своей душе и потерять все то сокровище, которое нам дается по благодати, за это сокровище надо платить. Дорогие друзья, вот вчера у меня была возможность целый день с подростками, с молодежью, из Твери, по городу Москве, мы делали экскурсию по всем местам, связанных с историей церкви, братства, и вот были на одной из таких мест, Донское кладбище, Донской монастырь, где есть могила номер один, могила невостребованных прахов, в этой могиле находятся более десяти тысяч прахов, расстрелянных на Лубянской тюрьме, кремированных в крематории и брошенных в эту общую могилу. Среди этих прахов есть прах драгоценных наших братьев, дорогих, убиенных в 30-х годах, Николай Васильевич Одинцов, бывший председатель Союза Баптистов, Дацко Павел Якович, который был руководителем Украинского Союза Баптистов, песенником, автором многих христианских стихов, которые были переложены на музыку, в частности, Иисус, души спаситель, дай прильнуть твои груди, автор этого стиха Павел Якович. И вот мы там, на этой общей могиле номер один, могила невостребованных прахов, молились, и я подросткам сказал, дорогие друзья, вот христианский путь, не думайте, что всегда он кончается всем хорошим, иногда он кончается и этими могильниками, расстрелами, крематориями, и к праху их не найти стези, это нормальный путь христианства. И я говорю, как вы себе представляете слово церковь? Я спрашиваю подростков и молодежи, как вы себе представляете, что такое церковь? Это то, что у вас в Твери, или только наше братство, или вселенская церковь, что такое церковь, что есть церковь в вашем представлении? Ну и такой мы сказал, церковь в церковь в полноте, это не то, что на земле, и это даже не вселенская церковь, которая здесь обитает на земле. Друзья, то, что сейчас на земле, вот если всех возрожденных людей собрать вместе, это остатки церкви. Вся церковь в основном в полноте, она уже на небесах. Мы приступили к торжествующему собору, написано, торжествующий собор, это миллиарды спасенных, они уже там, а мы только колоски оставшиеся, совсем вот последний призыв, это последние спасенные люди на земле, а там в основном все ряды. За 20 веков они уже собраны, они нас ждут, и у нас есть шанс через покаяние и крещение приобщиться к этому собору праведников, торжествующих на небесах. Я говорю, и не только идите, бегите и быстрее решайте эти вопросы с покаянием и с крещением. У вас есть шанс. У нас есть последний призыв, последний отряд, последние ряды церкви, вся церковь уже там, вся церковь уже там, друзья. И последнее время идет, когда время спасения по благодати заканчивается, а потом начинается спасение только убиенных, которые не поклонились образу зверя, только ценой смерти спасение, потом будет время великой скорби. И это время спасения, друзья, заканчивается, когда не отдел, чтобы никто не хвалился. Друзья, и обретя Христа, и обретя Христа, надо всю жизнь держать себя вот в этих рамках, чтобы его не потерять, чтобы Господь не сказал ни о ком из нас, все оставляется, дом сей пуст, и не знал, что Господь отступил от него. Молишься, а молитва до потолка. Друзья, бывает такое состояние, что сатана обокрал человека. Молится, как прежде, а уже чувствует, что Бог эти молитвы не слышит. А где обокрал Бог? А где ты сатана обокрал? Где он украл у тебя это сокровище? И не знаешь, где потерял. И Самсон не знал, где потерял. И поэтому Господь говорит, вспомни, откуда ты не спал. Покайся и твори прежние дела, чтобы опять обрести Бога в своей душе, чтобы опять Бог слышал твои молитвы, чтобы не было беззакония между тобой и Богом, кто разделяет тебя и Бога. Друзья, хотелось бы вот это слово, в котором Господь посетил меня этими размышлениями, чтобы оно нашло место и в ваших сердцах, чтобы нам всеми силами удерживать Бога в своих сердцах, чтобы за это сокровище, скрытое на поле, платить и чтобы Господь всегда был одесной у нас, смотря на наше богобоязненное житие, чтобы мы обретали Бога и сохраняли Бога присутствие в своем сердце. Благостоит всех нас Господь. Аминь. Аминь. Продолжение следует...